Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Глава Барнаула встретился с дольщиками жилкомплекса «Парковый». Что люди могут потерять и что об этом думает застройщик. Корпоративная вакцинация. Холдинг сибирской медиагруппы поставил спутник ВИС. Спойлер, никого не принуждали. Он вычищает город от мусора в одиночку. Толк встретился с тем, кого барнаульцы знают как чистомэном. За эту неделю в Алтайском крае экстренно открыли 1456 дополнительных коек в ковидных госпиталях. Так региональный Минздрав отреагировал на третью волну коронавируса. На сайте ведомства сообщает, что сейчас в красных зонах региона заполнено 82% коек. Так что ковидарий развернут в Благовещенской ЦРБ, в Краевом госпитале для ветеранов войн. Дополнительные места появятся в Бийской горбольнице номер 2 и третьей Рубцовской. Вместе с ростом заболевающих в регионе растут и темпы вакцинации. Так в Барнауле часто услуга становится корпоративное прививание. Сегодня мобильный комплекс для вакцинации остановился у нашего холдинга. Важный день в истории холдинга. Кто-то даже шутит, что принять решение поставить вакцину удалось сложнее, чем расписаться в ЗАГСе. Решение мое, но бабушка очень просила, чтобы я поставила прививку. Она волнуется за свое здоровье. Она сама пока не решилась, но несколько недель уже думает. Я решила поставить вакцину, потому что я собираюсь лететь в Москву. И, насколько я знаю, вакцинация там обязательно. Ну и вообще, в принципе, чтобы не заражать родственников, как бы это безопаснее, я так думаю. Вначале нужно заполнить анкету, где указать хронические заболевания, болел ли ковидом, каков уровень антител. Если больше пяти, то пока можно не ставить. С другой стороны, бывает ли чересчур много антител для организма, никто не знает. И в ближайшие дни врачи рекомендуют в таком случае пропить антиарергены. Для этого мобильного пункта мы сегодня третье предприятие, а бывает и по пять в день. Привиться к нам приехали журналисты вечернего Барнаула. Конечно, есть те, кто сомневаются. Скажем, сейчас из моих знакомых больше процент сомневающихся, чем отрицающих эту меру. То есть люди уже постепенно приходят к этому, но боятся. Сейчас они смотрят на тех, кто ставит вакцину. И вопросов больше о том, какие последствия как перенесли. А тем временем в Крае экстренно открывают ковидарии. Основной корпус Новоалтайской больницы отдан под красную зону. Ее вновь откроют и в Краевом госпитале ветеранов войн. А в ближайшие дни ковидные койки появятся в Благовеченской ЦРБ, больницах Бийска и Рубцовском. По данным Минздрава Края, за неделю в регионе развернули почти полторы тысячи дополнительных мест. А из тех, что уже существуют, заполнено 80%. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. И очередная новость для туристов. С 1 июля попасть в Краснодарский край можно будет только с отрицательными результатами ПЦР-теста. А уже с 1 августа только с подтверждением поставленной вакцины. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Как говорят эксперты, решение выглядит, с одной стороны, очень разумным. И совсем наоборот, если смотреть с точки зрения предпринимателей. Ведь именно на август приходится четверть доходов в туриндустрии Края. Вот что думает об этом вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма. ПЦР-тесты, ладно. То есть мы уже к этой реальности привыкли. И уже клиники, очень спасибо им большое, адаптировались и выходят работать по субботам. Когда вводят обязательным условием размещения по ПЦР-тестам в России, тоже было предсказуемо, что однажды мы к этому придем. Но обязательно вакцинация вот в таком формате кажется решением необдуманным. То есть должен быть какой-то срок или какой-то вот этот шлюз на то, чтобы успеть эти решения принять туристам. Между тем, Ассоциация туроператоров России заявила о начале массовой иннуляции туров в Краснодарский край. Алтайские туроператоры, по словам эксперта, в первую очередь будут предлагать альтернативные направления. Маловероятно, что у бизнеса получится полностью вернуть деньги туристам. Кроме того, инициатива краснодарских властей оставляет вопросы не только у антипрививочников. До сих пор не ясно, как подтверждать наличие противопоказаний и можно ли поехать после первичной вакцинации, не получив второй дозы. К другой теме. Глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с возмущенными дольщиками ЖК Парковой. Люди требуют вполне адекватные вещи. Построить их жилье в срок, а также подземную парковку, которая изначально была частью проекта. Однако, похоже, что у застройщика другие планы. Почему и как так получилось, что барнаульцы, положившие свои деньги на эскроу-счета, рискуют потерять деньги, расскажет Ирина Корчагина. Мы купили квартиру, чтобы жить в ней. Есть такое понимание, а правильно ли мы друг друга слышим, правильно ли передается информация. Несколько месяцев недопонимания. В зале дольщики ЖК Парковой. Люди купили квартиры в будущем комплексе и вместо приятного ожидания теперь ходят на встречи с мэрией и митинги. Полтора года назад у строительной компании «Барнаул Капстрой» появились неприятности. Стройка прекратилась, потому что гендиректор бывший и замглавы по строительству были посажены за коррупцию. В настоящее время, спустя год, стройка восстановилась, возобновилась, но не в пользу людей. Недавно «Барнаул Капстрой» чуть ли не признали банкротом. Когда речь зашла о банкротстве, Сбербанк, понимая все риски, прекратил финансировать объект. К слову, на эскроу-счетах в этом банке и находятся деньги дольщиков. В договоре прописан срок окончания работ – октябрь 2021 года. Но будущим жителям уже сейчас понятно, что новоселье им пока не светит. Так же, как и подземная парковка, которую людям обещали, а в итоге решили убрать, чтобы удешевить проект. Был первый подземный этаж, который соединял три отдельных здания. Фактически сейчас, пытаясь решить свою проблему, «Барнаул Капстрой» убирает парковку от третий блок секции, чтобы сдать ее как можно быстрее дольщикам. Сейчас мэрия ведет переговоры с банком, чтобы тот возобновил финансирование объекта. Город даже предлагает залог для минимизации риска. Мы передаем банку имущество, ну наше государственное имущество, а правильнее говорить муниципальное имущество, в залог. Процесс принятия решения будет в пределах полутора месяцев от текущей даты, потому что есть, повторюсь, ряд вопросов о предоставлении пакета документов. Мы не до конца понимаем и не видим итогового нового разрешения на строительство, корректных сроков. Потому что сейчас банк ждет документы по стоимости и срокам строительства, а их можно предоставить только тогда, когда жители сами определятся, нужна ли им подземная парковка. Дольщикам объясняют, можно достроить комплекс уже сейчас без подземного паркинга. Этот вариант привлекательнее и для мэрии, и для банка, потому что так быстрее и дешевле. Парковки, ну как правило, они не продаются. У нас с вами есть 90 парковок, из них там продано порядка 11. Понятно, что многое и остановилось, но есть и практика. До 50% в этом максимум продается парковочных мест. Другой вариант – идти на принцип и добиваться подземной парковки. Но объект подорожает в разы. Тогда банк, и так видя все свои риски, вряд ли согласится поддержать проект. А без финансирования погорят и все сроки, и сам Барнаук обстрой. Убирать вообще парковку надо. За это время прокладывать теплотрассу, ну не надо, не надо, тогда подадут на банкротство, подадут на банкротство Капстрой. И вы лишитесь своих квартир. Вам отдадут ваш миллион. Вы это понимаете или нет? На что уже не возьмешь? Вы думаете, заберете те квартиры, которые построены? Нет. Их заберет банк. Директор Барнаул Капстроя почти весь вечер молчал. Расхлебывать ситуацию теперь придется, видимо, мэрии. Но в первую очередь сейчас нужно определиться с самим дольщиком, по какому пути им идти дальше – с парковкой или с квартирой. Следующую встречу рабочая группа запланировала на 29 июня. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Уже к концу этого лета барнаульских велосипедистов будет ждать новая велодорожка. Участок велополосы на Змеиногорском тракте практически готов к эксплуатации. На то, чтобы обустроить место для движения любителей двухколесного транспорта, из краевого бюджета выделили 136 миллионов рублей. Как нам рассказали сегодня, уже к августу будет готов участок велодорожки от улицы Аванесова до Горнолыжной. А в следующем году дорожку планируют протянуть почти по всей длине Змеиногорского тракта. Велодорожка сейчас будет устроена на всем протяжении ремонтируемого участка, который в этом году у нас сделается. Второй участок в Азмеиногорском так планируется на следующий год. То есть это полностью от вернолыжной и в сторону Попагаи. Говорят, велодорожка никак не помешает автомобилистам или пешеходам, а ширина в 2,5 метра позволит велосипедистам двигаться и в сторону южного, и в обратном направлении. А тем временем на Змеиногорском тракте по-прежнему ремонтируют проезжую часть. В ведомственном сообщили, что все работы здесь планируют закончить осенью. Скоро будут укладывать очередной слой асфальта. Выполнено презерование устройства выравнивающего покрытия асфальта. То есть это еще не финальный слой. А сейчас в основном ведутся работы по устройству тротуарных дорожек и велодорожек, и установке бордюрного камня вдоль дороги. То есть пока эти работы не завершатся по установке бордюрного камня, асфальтировать основную проезжую часть нельзя. Более тысячи школьников сегодня провели выпускной онлайн. Однако несколько из них, самые успешные, трудолюбивые, все-таки попали на личную встречу с Виктором Томенко, в ходе которой им удалось поделиться своими наработками в области науки. Сегодня в стране всероссийский выпускной и Алтайский край не стал исключением. Однако в связи с ковидными ограничениями провести полноценную встречу оказалось невозможно. Но для онлайн-формата был выбран центр цифрового образования «АйТи-Куб». Здесь школьники изучают современные цифровые технологии, робототехнику и языки программирования. У них есть кадры с этабелизаторами, они могут быть в разных вариациях. И вот сейчас Василий угрожает роботам. Однако несколько выпускников все-таки смогли лично посетить центр. В Барнаул приехали самые успешные, трудолюбивые школьники края, которые уже достигли значимых высот в области науки. Во время сегодняшней встречи юные ученые поделились своими идеями. Моё исследование посвящено изучению состояния древесно-кустарниковой растительности города Заринска. И мной уже был разработан план проэтапной замены древесно-кустарниковой растительности. Хотела бы, чтобы в дальнейшем данная практика распространилась и на другие населенные пункты Алтайского края. Более тысячи уже бывших школьников из 69 муниципалитетов наблюдали за ходом встречи в онлайн-формате. А чтобы и они могли рассказать о своих идеях, был запущен специальный интернет-портал, где более 400 выпускников поделились своими мыслями, мечтами и планами на будущее. Иван из села Брусенцова хочет в будущем открыть завод по переработке растительного сырья в Усть-Пристовском районе. Виктор Томенко поддержал выпускников в их начинаниях и рассказал о собственных планах на жизнь, которые строил в юности. Хотел стать профессиональным спортсменом, не будем говорить великим или каким-то, но мне казалось, что это возможно, и этому надо посвятить всю жизнь. Мы занимались баскетболом, и я, мне кажется, им даже как-то будто бы болел. В конце мероприятия выпускники и их преподаватели получили награды, дипломы и грамоты за свой труд. Теперь подростков будут ждать вступительные экзамены в вузы, и многие, кстати, вполне уверены в своих силах, ведь науке они посвятили практически всю свою школьную жизнь. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Он выходит в город с мешком и в маске. Неизвестный барнаулиц собирает мусор по улицам и пастырям называет себя чистоменом, как и челябинские прародители этой традиции. Андрей Дреер пообщался с неизвестным героем. Надел маску и перчатки. Это в 21-м году необходимо, чтобы спасти город от самой распространенной инфекции стихийных свалок. Барнаульский супергерой Чистомен выходит на городские пустыри с запасом мешков. Его война началась в мае с тех пор, он нашел не одно темное пятно на карте города. Территория ТЭЦ-3, потом парк Юбилейный, тоже там несколько мест. Парк Лесная сказка. Вот это где-то был прям, ходил. Ну и так, как бы, места в некоторых районах есть. Такие, что-то типа небольших рощ. Главный вопрос, зачем маска? Герой нашего сюжета и города объясняет. Для анонимности. Потому и меняем голос. Но важнее, что человек и его желание делать город чище, сами по себе не очень интересны. А человек в маске уже становится символом, воплощенной совестью Барнаула. Мне просто надоело смотреть, как город наш утопает в грязи, в мусоре. Это действительно так. А вот как раз мусор, рядом с вами. А, ну, да. Кому-то смешно. А про Чистомэна уже говорят в городских сообществах и других СМИ. Он планирует использовать славу и образ для привлечения людей к серьезной проблеме города. А люди, по его словам, пока не осознают всей серьезности. Часто сами заполняют мусором парки, скверы, леса. Может, Чистомэн именно тот герой, которого Барнаул заслуживает? Андрей Дривер, Алексей Фризин. День с толком. И в продолжении темы благоустройства. Зеленая зона – это, конечно, хорошо. Еще бы следили за ней. Так барнаульцы говорят о сквере на пересечении улиц Усково-Взлетная. Пространству не больше года, но, по мнению некоторых жителей, за ним уже перестали ухаживать. Эта земля не какой-то пустырь, а газон сквера на Усково-Взлетной. Трава, которая растет, как ей вздумается, вокруг посаженных деревьев. Если не всматриваться – новая зеленая территория. Но пройти мимо, не обратив внимания, могут не все. К сожалению, что не поливается. Вот сейчас шла и думала, хоть бы какую-нибудь поливочную систему придумали бы, поставили. Чтобы зелено было сухо, земля-то потрескалась вся. Сквер за 17 миллионов рублей заложили меньше года назад. И для нового района высоток это единственная зеленая зона. Ведь обещанного парка там все еще нет. Горожане место уже облюбовали. Здесь гуляют дети, мамы с колясками, молодежь. Это важная точка на карте города. Другое дело, что сквер не ухожен. Люди обращают внимание на мусор, сорняки и то, что проект и его реализация отличаются. Здесь должен быть заборчик огороженный, чтобы хотя бы не было такого, что он вытаптывается. Вот вся вот эта территория, она уже детьми вытоптана. И, следовательно, это как бы больше сохранится для населения, чтобы зелень была. Даже вот песок завезли, и он уже лежит тут год тоже. Поэтому не знает, что хотели сделать здесь. В администрации города с жителями не согласны. Говорят, за сквером следят. По весне провели обследование, а в итоге 8 деревьев не прижились и их заменят. Урны чистят, лавочки восстанавливают после вандалов. Газон только за май поливали 11 раз. И в ближайшее время уберут проплешины. Участки вымораживания есть. Подрядная организация изначально, которая обустраивала это место, она взяла на себя обязательства по досадке газона. Будет значительное скопление объемов фаерсных соков, дождевых и талых вод. Эти условия будут благопрепятствовать для повторной высадки газона в тех местах, где у него малая степень схожести. И подрядчики именно в это время и планируют выполнять свои работы по гарантии. В планах города создать здесь искусственный водоем. Его, кстати, ждут и сами жители. Но в первую очередь людей волнует состояние уже существующей общественной территории. Анастасия Драган, Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Мировая эпопея на Гребном канале утихла. Но, как нам и обещали, после Кубка мира по Гребли на Байдарках и Каной, наш канал продолжает функционировать. Спустя месяц там стартовал краевой чемпионат. За что борются спортсмены и кто лидер сборной края, расскажем далее. Чемпионат Алтайского края по Гребли на Байдарках и Каной собрал больше 100 грибцов со всего региона. За два дня соревнований спортсмены разыграют 84 медали в 28 видах. Главная борьба за золото и за место в составе сборной Алтайского края. На летней спартакеаде молодежи и первенстве России до 19 лет. Состав команды 13 человек. У нас регион выступает достаточно хорошо. И поэтому у нас высокая квота, предмаксимальная, скажем. Максимальная 16 человек. Один из лидеров сборной края Владлен Ушаков. Гребли на Байдарках и Каной он занимается 7 лет. За это время уже стал мастером спорта. Недавно приехал со сборов перед чемпионатом России. Сегодня же на всех дистанциях готов бороться за золотые медали, чтобы отправиться на спартакеаду. Это спартакеада молодежи, а у нас в крае молодежного возраста очень мало людей. И я так думаю, что я поеду. Но надо все равно выиграть, потому что планку нужно держать, которую задал. Поэтому буду стараться. Как всегда, это же гонки. Вот и стартовал чемпионат Алтайского края по гребли на Байдарках и Каной. Как мы видим, дождь, погода не шепчет, но все же юные спортсмены уже на воде. Они готовы покорять и вести борьбу за золотые медали. Именно они будут представлять уже через пару лет, возможно, сборную России на международных соревнованиях. Ведь будущее только за нашими спортсменами. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на канале в Ютубе, соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Подписывайтесь и до встречи в эфире.